Новости на РТС. Здравствуйте. В ближайшие 20 минут наши корреспонденты и я, Кристина Шипилова, расскажем вам о главных событиях этого четверга. Смотрите в выпуске. В Абакане продолжается прокладка северной тепломагистрали, которая откроет новые горизонты для развития столицы Хакасии. Одной из самых существенных препятствий для развития города становится нехватка тепловых мощностей. Возле одной из новостроек Абакана вырубают зеленую зону для нужд застройщиков. Люди винят в этом городских чиновников. Местные жители уверены, городская администрация все-таки в курсе того, что здесь происходит. Поэтому они просят компетентные органы дать уничтожению деревьев правовую оценку. Зверское убийство. В селе Джерим Ширинского района уголовник зарезал целую семью, в том числе ребенка. Пять человек стали жертвами убийцы и рецидивиста. В частном доме нашли тела хозяйки дома, ее супруга, а также их 20-летнего сына и 8-летней внучки с колоторезанными ранениями. В огороде найдено еще одно тело, брата главы семьи. Задержали преступника сельчане и участковый, сообщает МВД по Хакасии. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю Республики Хакасия возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии. По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений 35-летний житель Ширинского района. Подозреваемый местный житель Федор Панов. Ранее он уже зарезал двух женщин, 18 лет провел в тюрьме, освободился несколько месяцев назад, рассказал по телефону глава сельсовета. Промиска у него была местная. Уведомления о его прибытии из исправительно-трудовой колонии местные власти не получали, так как он не собирался сюда приезжать, но все-таки вернулся. Хоша стала в этом семью, получается, из-за дружбы, получается, дочери этой семьи, которая сегодня не замужем находится, была замужем разведена или как там, не знаю я. Скорее всего, у них какой-то произошел конфликт с дочерью, которой сегодня нет, не было на месте, она на работе была. Как я понял, вот с разговоров идет так, и он решил отомстить или что-то, что на него нашло. Получается, у Марины погибла дочь 9 лет, и она пострадала. Самая младшая 9 лет сегодня, которым он голову отрезал, как бараном все. Бегал по деревне, бегал, метался. Ну, говорят информация, что петлю приготовил в доме, в квартире якобы обнаружили. Петля готова была, но не знаю, правда нет, я там не был. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В Джереме сейчас работает и съемочная группа РТС. Подробности расскажем в ближайших выпусках новостей. В Абакане вандалы испортили баннер пункта вакцинации. Информацию просто перекрыли граффити. Это пункт, который находится на щетинке на 78. Абаканские полицейские по данному факту проводят проверку и устанавливают лиц, причастных к инциденту. А также просят откликнуться очевидцев. Черногорск этой зимой начнет отапливать Абаканская ТЭЦ. Об этом говорили сегодня на правительственном селекторе по подготовке к отопительному сезону. Муниципалитеты доложили главе Хакасии о ходе работ и проблемных ситуациях. Мы в том числе для этого совещание проводим, чтобы выявлять проблемные точки. Вы их обозначаете. Не надо их скрывать, а потом, извините меня, когда у нас отопительный сезон начнется, у вас там население будет мерзнуть. Валентин Гановалов предупредил руководителей муниципалитетов об их личном участии и ответственности за безопасность жителей. Некоторые главы даже не удосужились принять участие в совещании. Багратские, Аскизские и Бейские районы сообщили о блокировке щитов. Это затрудняет подготовку к зиме. Глава республики потребовал предоставить всю информацию. Будут решать. Минфин и Минстрой проконтролируют стоимость закупки и доставки угля. В топку, там, республиканские средства никто выбрасывать не собирается. Если вы целенаправленно завышаете цены и на топливо, и на его доставку, рассчитывать на республиканскую поддержку в таком случае не нужно. Нам подготовку к зиме в этом году республика выделила 180 миллионов рублей. Идут ремонты котельных, сетей, на особом контроле поселения, в которых были серьезные проблемы. Сорск и Белый Яр. Поручение Минстрою проанализировать обращения от населения. Отработать, где жаловались на холод в квартирах. Прокуратура тоже на чеку. Максимально принять меры для того, чтобы мы смогли войти в отопительный сезон по всем муниципальным образованиям с подкладами готовности. И свести все проблемы в отопительный период к минимуму. В случае возникновения аварийной ситуации будем разбираться. Еще раз говорю, спрос был со всех. Инспекторы Минстроя проверяют состояние жилфонда по муниципалитетам. В Черногорске уже выявили 179 нарушений у управляющих компаний. Данные направят в прокуратуру. В этом сезоне город угольщиков начнет отапливаться от Абаканской ТЭЦ. Допускаю возможность, что некоторые котельные на какой-то период будут оживлены. Но потом планово будут все-таки работы. Теплоноситель будет подключен к жилому фонду. Идут ремонты подстанции и линии электропередач. Решается давняя проблема с энергоснабжением поселка Комунар. Местный рудник строит новую ЛЭП. До конца года ее должны закончить. Ольга Барловская, Станислав Колченаев, РТС. В Сорске удар молнии накануне лишил связи местную власть, нарушив график работы более чем на сутки. Разряд повредил технику в здании администрации. Как рассказали нам специалисты, сорские чиновники остались без интернета. В нескольких кабинетах отключился свет. А после восстановления повреждений выяснилось, что сгорели пять компьютеров. Сегодня энергетики восстанавливают освещение и в сквере Победы. Там стихия также вывела из строя несколько фонарей. Больше в городе от грозы никто не пострадал. Верховный суд Хакасии сегодня начал апелляционное рассмотрение дела Владимира Бызова и других участников преступного сообщества. Суд доказал их причастность к незаконному присвоению более 90 миллионов рублей. Напомню, Бызовская ОПГ, так в народе прозвали предприимчивых чиновников, совершала махинации с госзакупками медоборудования и лекарств. Сегодня в зал заседаний журналистов не пустили, объяснили ковидными ограничениями. Пресс-служба Верховного суда тем временем сообщает, что сегодня рассматривались жалобы осужденных на приговор. Владимир Бызов, например, оспаривал решение суда. Ему в 2020 году назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 80 миллионов рублей. Позже стало известно, что в судебном заседании объявлен перерыв до 17 сентября. Суд удовлетворил ходатайство осужденных, которые заявили о желании лично участвовать в процессе. Абаканские чиновники лишают нас чистого воздуха. С таким заявлением в редакцию РТС обратились жители Верхней Согры. По словам людей, администрация Абакана отдала застройщикам многоквартирных домов часть леса, который расположен неподалеку. С корнем выкорчеванные сосны увидела наша съемочная группа. Жилой комплекс «Новая Согра» по улице Буденного. Стройка идет на границе с зеленой зоной, где растут в том числе сосны. Именно они, уверены местные жители, и могут пострадать. Часть лесной территории власти Абакана отдали под застройку. По натоптанным тропинкам подрядчик уже прошелся бульдозером. Мы, как жители этого района, столкнулись с таким варварским внедрением непосредственно в зеленую лесную зону. Юлия неравнодушная к этому месту жительница Абакана. Говорит, в планах администрации построят здесь 13 многоквартирных домов. Но почему никто не подумал о тех, кто покупал здесь квартиры ранее? В свое время застройщик налез в шаговой доступности, делал акценты. Многие купились. И сейчас на вопросы, которые люди задают в соцсетях, официальный канал местных чиновников отвечает. Проектом планировки данного участка предусмотрено максимальное сохранение зеленых насаждений. В ближайшее время компанией «Жилстрой» будет установлено ограждение по периметру земельного участка, на котором предполагается застройка. И будет возможным убедиться, что нарушений нет. По словам людей, администрация Абакана дала им не все ответы на вопросы. Например, до сих пор непонятно, получено ли от Управления коммунального хозяйства разрешение на уничтожение сосен, начальника отдела экологии в отпуске. Варианта два. Если не получено, значит строители нарушают правила. Если да, мэрия не учитывает мнение своих же горожан. Местные жители уверены, городская администрация все-таки в курсе того, что здесь происходит. Поэтому они просят компетентные органы дать уничтожению деревьев правовую оценку. Андрей Пахабов, Руслан Шалгинов, РТС. В республиканской столице продолжается прокладка северной тепломагистрали, которая позволит значительно увеличить пропускную мощность и откроет новые горизонты для развития Абакана. С подробностями Аскар Артамонов. Так выглядит северная ветка тепловой магистрали. За летний период подрядчик успел построить 40 опорных конструкций и проложить 700 метров новых труб. До наступления холодов рабочим предстоит проложить 1 километр 100 метров тепломагистрали. Таковы планы на этот год. Поэтому работать приходится в ускоренном ритме. Со следующей недели все охватим. Ну и тогда, значит, и мощность увеличим здесь. И к отопительному сезону, я думаю, надеюсь, уверен, значит, все работы будут выполнены. Новая тепломагистраль на севере Абакана – один из крупнейших проектов компании СГК. В ближайшие 2,5 года планируется переложить 3 километра сетей, что обойдется в сумму порядка 350 миллионов рублей. Новые трубы с увеличенным диаметром позволят, как говорят специалисты, расшить мощности абаканской ТЭЦ. Республиканская столица растет и развивается. Каждый год строятся новые многоэтажные дома и социальные объекты. Но одно из самых существенных препятствий для развития города становится нехватка тепловых мощностей. Но после введения в эксплуатацию новой северной тепломагистрали эта проблема будет полностью решена. На сегодняшний момент технические возможности по подключению новых строений полностью исчерпаны. Старые сети едва справляются с нагрузкой от жилого района Арбан, новостроек в центре города, в 8 и 9 микрорайонах. Поэтому в СГК разработан 10-летний план инвестирования в коммунальную инфраструктуру столицы Хакасии. Основная часть вложений будет производиться в первые 3 года. 21, 22, 23. То есть это замена основных магистралей тепловой сети. Северная ветка, головной участок. Ну и наш самый большой с точки зрения важности по экологии и социальной ответственности это 9-10 жилой район, который мы, кстати, приступим уже в сентябре месяце. Оскар Артамонов, Дмитрий Щеглов, РТС. В Аскитском районе запускают новое производство. Возможности предприятия сегодня продемонстрировали главе региона. Все расскажет Катерина Ирушина. Бизнесмен Иван Миндебеков проводит экскурсию по своему предприятию. Это цех, где в скором времени будут работать до 10 человек. Оборудование сможет перерабатывать объемы до 3 тонн мяса в день. На выходе получим где-то 1,5 либо тонну уже готовой продукции 150-200 литров технического жира. Из которого можно сделать либо отделять, получится пищевой жир, либо делать техническое, это мыло. Первоначально это хозяйственное мыло. Следующий этап – мясокостная мука, которая богата протеином и используется в кормах. Предприниматель решил таким образом закольцевать свое производство, не нанося вред экологии. Чистая альтернатива скотомогильникам. Некуда девать у нас вот эти все шкуры. И костная мука, она в спросе. Вот и решили. Потому что у меня есть производство, колбасный цех. А для того, чтобы колбасный цех существовал, было построено убойное. А чтобы с убойной все утилизации куда-то все доделать, оно само собой породило костную муку. И вот этот на костной муке, я думаю, цикл у меня промышленной, мясной промышленности закрывается. Конечно, таких производств хочется, чтобы у нас в Хакасии было больше. И, в общем-то, данное производство, оно находится в русле той стратегии развития, которую мы сегодня выстроили для республики. Это развитие сельского хозяйства и создание окончательной продукции. Нашей, местной. Заработает мясокосный цех. В ближайшее время помогут обкатать оборудование специалисты из Воронежа. В ближайшее воскресенье Хакасия, как и вся страна, отметит один из самых значимых профессиональных праздников в календаре. День строителя. Впрочем, виновники торжества уже приняли поздравления и заслуженные награды из рук главы региона. В Хакасии работает более 700 профильных организаций. В отрасли задействовано свыше 16 тысяч работников. Перед ними стоят серьезные, в том числе, государственные задачи. Только в этом году республике нужно ввести более 260 тысяч квадратных метров жилья. Исполнить нацпроекты, возвести школы, детские сады, объекты благоустройства. Задачи действительно сложные, задачи важные. И, в принципе, в большинстве случаев наши подрядные организации с ними успешно справляются. Поэтому от всего сердца благодарю работников и ветеранов отрасли. Спасибо за то, что людей наших обеспечиваете жильем. Лучшие из лучших работников отрасли получили заслуженные награды. В их числе Петр Сагатаев. Плотник пятого разряда. В профессии долгие годы. С армии пришел. Что делать? Работать. Меня отец очень пристроил на работу. Ну, я там поработал. Надо получать эту корочку в образовании. Вот в этом, в УПК отучился. Мне там третий разряд дали. Я с этого начал так работать. Мастер уверен, самое опасное в его деле – работать на высоте. За большой вклад в профессиональную деятельность Петру Сагатаеву было присвоено звание «Заслуженный строитель Хакасии». Вместе с ним благодарность от власти региона получили 12 работников отрасли. Наталья Данина, Юлия Савлук, Руслан Шалгынов, РТС. На этом у меня все. Еще больше новостей на нашем информационном портале tvrts.ru и в социальных сетях РТС. Не забывайте о вакцинации и оставайтесь с нами.